Это Т-90, это особенность, да, это самый, наверное, современнейший, один из самых современнейших танков управления пулеметом с джойстика, друзья мои, да, с места командира. Новее и лучше в мире, наверное, только Армата, но шарового масштаба продолжаю, продолжаю отстаивать честь своей страны. Итак, болельщики команды Индии, да, очень сильная поддержка и поддержка нужна каждой команде. Сейчас проносятся, проносятся команды Республики Армении, вы слышите? Вы слышите, болельщики Армении? Это ваш танк! Предварительные результаты пока на экране. Увидителя команды Республики Армения белый флаг легкого нарушения продолжает свое движение по маршруту танкового диатлона. Итак, Индия в это время заходит на Курган, но я думаю, здесь не должно быть проблем. Да, буквально после вскупаятся, отмекает, водитель Симки-Пак преодоляет это препятствие. Очень здорово. Нет, 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 не было проблем с преодолением препятствий. Итак, танк желтого цвета команды Республики Армения будет отправлен на штрафную площадку. Не справились с препятствием минно-зрывного сограждения. Да, была проблема на этом участке и, соответственно, поедут выполнять норматив номер один. А пока Индия на преодоление препятствия противотанковый ров. Тоже одно из важнейших препятствий. Вы видите, как много ограничительных столбов здесь, но нет проблем у Курганского водителя Республики Индия. Вы знаете, мне кажется, правда, сейчас Эскар преодолевает команду Республики Армения. И Республика Индия проносятся мимо трибуны и уже отправляется на третий круг, где будет вести боевую строчку по ручному противотанковому гранатомету. Проходит и проходит, и очень успеет вертолет. И отправится команда на штрафной круг. Команда Республики Индия, друзья мои, команда Республики Индия. Не было выпадания, к сожалению, по вмещению ручной противотанковый гранатомет. Не справились с задачей представители команды Индия. Ну что ж, всяко бывает. Но, знаете, очень тяжело себе представить, что на такой современной машине и не получилось, что передали к океану. Вы смотрите прямую трансляцию на сайте mil.ru. А ведь именно там вы можете посмотреть прямой эфир, также на сайте треканала «Звезда». Но пока мы смотрим, что перед нами на прямолинейном движении, около километра прямолинейном движении, команды Республики Индия и Армения. Команда Республики Индия впереди на танке 390 кишма. Ну и фактически след-след с одинаковой скоростью догоняет механик-водитель Сабен Абрамян. Это какая-нибудь водительская и Армения. Итак, у Индии осталось совсем немного, преодолело уже штрафной круг и отстреляло все необходимые мишени. Поэтому всего-то нашего грод, противотанкового ров, полоса и, конечно же, пол. Ну и, собственно говоря, финис, друзья. Итак, внимание, сейчас очень непростой этап. Это поворот. Поворот в сторону грода. На этом участке зачастую команды допускают ошибки. В прошлом году этот поворот называли «Армянский поворот». Потому что выведет проблемы у команды. То, что, кстати, закрепило за этим поворотом название «Армянского поворота». В это время продолжается и действие на полигоне Алагина. Ну и, конечно же, на трассе танкового биатлона команда Индии. Вы видите, посмотрите, как здоровые молниеносы. Я не успел тут же начать. «Армянский поворот» преодолевает его без нарушений, ни в той штрафных площадок. И команда Индии преодолевает холм. Тоже белый флаг, не было нарушений. Вперед, вперед, Индия. Нужный аплодисмент и поддержка, потому что до финиша остается буквально считанные метры. Прошу за видеть, что у Венесуэлы все так же и имеет место быть проблемы, друзья. И техническая группа уже выехала, но танк все так же остается на рубеже. Команда Республики Индия сейчас преодолевает окненную полосу. Вот-вот, вы видите, белый флаг уходит. Значит, все было здорово и все было нормально. А сейчас противотанковый рог. Это последнее препятствие в индивидуальной гонке. Останется только лишь финиш. Так встречаем победителей этого заезда команду Республики Индия, друзья. Итак, друзья, ну что ж, вот-вот-вот-вот-вот-вот встречаем команда Республики Индия! И танк Т-90 Пишва! Оплубкин! Это победители пятого заезда индивидуальной гонки танкового пиатлона. Итак, ну что же, друзья мои, 23 минуты 33 секунды. Это очень хороший результат. Если сравнивать с прошлым годом, то это результат фактически третьего места. Вот такие проблемы у команды Никарагуа Да, это по вине экипажа, кстати говоря Поэтому время не останавливается Преодолеть Прод Преодолеть А вот Ох, друзья мои, ну вот и перекус Еще раз поаплодируем победителей этой гонки Это были представители Индии Смотрим лучшие моменты выступления команды Республик Индия Вот именно те самые попадания в красную мишень Да, вы посмотрите, видно прям кусок мишени Прям кусок мишени был фактически оторван снарядом А вот и работа видеооператора Она с вами демонстрируется в прямом эфире Да, в гуще самых главных событий Фактически тоже получая душевую разгрузку Каждый раз, как только проносится танк В препятствии в рот Ну а вот и наши дорогие друзья Наши победители этого заинда Попробуем всех-всех-всех посетить танковый биатлон Работаем фактически каждый день И совсем скоро увидим уже и финальные, полуфинальные За каждый день А восьмого, девятого и десятого августа Полуфиналы Эстакфеты Поэтому не забудьте, друзья, запросить с билетами И, конечно же, приходить на танковый биатлон Итак, через несколько секунд появится вот на близко, друзья Внимание! Время Индии 23 минуты 33 секунды У Армении на второй позиции 32 минуты 3 секунды У Венесуэлы 32 минуты 3 секунды У Венесуэлы 32 минуты 3 секунды